Добрый день. Совет новичкам. Для тех, кто только начинает свою карьеру в сетевой индустрии, я думаю, это было бы неплохой поддержкой на старте, если бы вы действительно воспользовались этим советом. Но самое главное, мне кажется, понять, когда вы начинаете свою карьеру в сетевой индустрии, понять, чего вы хотите от этого, чего вы хотите добиться. Я вот вижу тут как бы четыре варианта. Первый вариант самый простой и ясный. Я хочу просто пользоваться этим продуктом со скидкой. Ребята, знакомые, друзья порекомендовали. Говорят, возьми лучший контракт, чтобы было дешевле и классный продукт пользуйся. Вот это простая ясная схема. Вы дистрибьютор, у вас есть скидка, вы используете продукт, он вам нравится, не нравится, будет нравиться, будете использовать, не будет нравиться, бросите, да и все. Вот и все, весь разговор. Второй вариант это, когда вы намерены подзаработать. Ну так не сильно, ну так не выкладываясь, ну так по чуть-чуть. Ну продавать своим друзьям, знакомым там немножко. Если понравится продукт, буду продавать друзьям, знакомым, буду рассказывать, делиться. Ну какие-то 100, 200, 300 долларов подзаработать дополнительного дохода. Просто так, для души, там, в свободное от основного занятия время. Вполне нормально, чего. Третий вариант это бизнес. Я хочу построить бизнес, я хочу построить сеть. Я уже хочу иметь доход от этой индустрии, такой, какой имеют те люди, которые рассказывают мне об этом деле. Ну, но при этом я не делаю, значит, 100% ставку на этом деле. Я еще пока присматриваюсь. Будет получаться, будет двигаться нормально, все будет получаться хорошо. Буду больше уделять этому внимания, больше времени буду затрачивать на эту тему. Может быть, даже и на полную занятость начну здесь работать, строить буду карьеру здесь. Вот так вот. Это третий вариант. И четвертый вариант, когда человек говорит, я все понял, я увидел, мне это нравится, я понимаю, что это мое, ребята добиваются хороших результатов, и я понимаю, что здесь есть огромный потенциал, и я хочу здесь преуспеть по-настоящему. Я хочу разбогатеть, хочу взять по максимуму, по самому крутому максимуму, взять от этой индустрии, от этого бизнеса, от своего участия в ней, все, что можно. Вот четыре варианта. Если вы рассмотрели эти четыре варианта и остановились на каком-то одном, осознанно, то тогда надо нести ответственность за принятое решение. Вы решили стать клиентом со скидкой. Ну, пожалуйста, нет вопросов. Значит, тогда схема простая. Научиться использовать продукт, как вот добывать со скидкой, покупать на складе, заказывать, то все, и все, больше не. Вот весь план действует. Если по чуть-чуть продавать, то тогда надо научиться спросить, узнать у других людей, почитать, посмотреть, поспрашивать, опыт свой приподнять, и спросить себя, а как я могу продавать эти продукты? Как лучше их продавать? Как ребята продают? Сходить на тренинги, поговорить со спонсорами, с опытными людьми, присмотреться, потереться среди тех людей, которые торгуют этими продуктами и действуют именно в таком режиме. Перенять их опыт и начать действовать. А там жизнь уже погажет. Вот третий вариант, если вы выбрали, начать все-таки строить сеть, приглашать в бизнес людей, развивать этот бизнес серьезно, но на частичную занятость, скажем так. Тогда это другой план. Тогда надо понять, как работает этот бизнес. Тогда надо знать, каков маркетинг-план, из чего складываются доходы. Надо понять, что главный доход в сетевой индустрии от построения сети из людей, которые используют продукт, клиенты, по чуть-чуть продают, это второй вариант. И третий, это те, кто строит сеть так же, как и вы. И вот набирать этих людей, которые будут клиентами, продавцами и сетевиками. И набирать новых людей, которые будут продавцами. Все они делают товарооборот, с этого товарооборота вы будете получать деньги. Пойдет дело, будете увеличивать свои вложения финансовые, временные, усилия все в свой бизнес. Вот и все. Надо понять, как это работает. Значит, надо узнать у спонсоров, как строить сеть, из чего складывается бизнес. И окажется, вы поймете, если приложите усилия небольшие, вы поймете, спросите у людей, которые получают чеки от своей работы. Они получают процент товарооборота ниже стоящих людей в глубину. И вы узнаете, что это оказывается приятное дело. Оказывается, ты можешь, построив сеть, уже и не работать, в принципе. Сеть будет продолжать функционировать, расти уже без твоих усилий, а ты будешь получать доход. Ну, не всегда быстро это получается. Не во всех компаниях удается построить такую сеть. И требуется время, но, в принципе, это уже тот вариант, который для большинства предпочителен. Значит, надо понять, как это строится. Надо понять, как это делается. Надо научиться приглашать людей в бизнес. Потому что самая главная работа для такого варианта действий, это приглашать людей в бизнес. Приглашать людей в бизнес. Приводить людей, которые будут или клиентами, или клиентами, которые еще и продают, или построителями бизнеса, сетевиками. Вот и все. 95% львиная доля усилий состоит в том, чтобы приглашать людей. Кто эти люди, откуда они берутся, как с ними разговаривать, как их приводить, как приглашать, как продолжать их вести, чтобы они начали самостоятельно действовать уже без вашей помощи. Вот этому предстоит научиться. Это уже другой план действий. Здесь несколько больше усилий. И четвертый вариант. Если вы приняли решение разбогатеть, то тогда, конечно, вам нужна железная схема. Железная, ясная и понятная, четкая схема. Вы должны знать конкретно, сколько вы должны проделать работы ежедневно. И это окажется большой объем работы. Какие конкретные действия вам нужно совершать в единицу времени. Что надо делать? Дрова колоть, посуду мыть, разговаривать с людьми, с кем, с какими людьми, ни как, где, при каких обстоятельствах, что говорить. Вот это надо все понять. И начать долбасить со страшной силой. Начать долбасить со страшной силой. Ну, я 16 лет занимаюсь этим бизнесом. Вот через два дня, 13 июня, будет ровно 16 лет и пойдет 17-е годовщина. С 1996 года я занимаюсь с 13 июня этим бизнесом. Без остановки и никогда нигде больше ни одной копейки не зарабатываю. Только здесь, в сетевом бизнесе. У меня сейчас есть люди, которые за год работают в этой индустрии, являясь новичками, совершенно неопытными. У меня вот есть человек, его зовут Виктор. Он пенсионер, бывший шахтер. И вот он за год с небольшим вышел на доход в 15 тысяч американских долларов. Полностью посвятил себя этому делу. Всю жизнь работал в шахте, заработал себе пенсию. Знаете, какую государство дает пенсию в России. А сейчас, за год работы в сетевой индустрии, на полной занятости, в интернете, сидя дома за компьютером, в основном, научился зарабатывать в 10, 15 и более тысяч американских долларов в месяц. И продолжается дальше работа у него. И не только у него. При правильной, грамотной постановке дела, при самоотверженном, героическом подходе к работе, новичок, повторяю, новичок, неопытный человек, при правильно организованной системе работы, в компанию, в которую он приходит, в группу, в которую он вливается, он может за год выйти на доход в 10, 15 тысяч американских долларов и более. Если вас устраивает такой вариант, делайте выбор. Если вы хотите быть клиентом со скидкой, просто клиентом, с контрактом, значит, сделайте свой выбор. Если вы хотите просто чуть-чуть продавать, подзарабатывая 100, 200, 300 долларов и тратить на это час, два, три в день максимум, а то и меньше, 15 минут 20, это ваш выбор. Если вы хотите встроить сеть, но не на полную занятость, а так, как бы, факультативно, тоже соответствующий план работы, соответствующие вложения, временные затраты, определитесь. И если вы хотите по полной программе, то вам тогда нужно найти тему, компанию, бизнес, спонсора, систему работающую и, самое главное, хороший продукт. Желаю вам удачи. Ждите новостей здесь же.